С началом весны в соцсетях стали появляться фотографии спуска к Уралу от горожан. Жители с недоумением спрашивали, почему у отреставрированной лестницы потрескалась штукатурка, а на ступеньках и вовсе появились следы ржавчины. Все эти недочеты, по словам подрядчика и начальника департамента градостроительства, учли и финальный этап реконструкции спуска еще впереди. Здесь остаются работы, отделочные работы по штукатурке, это шпаклевка, покраска всех железобетонных изделий, которые здесь находятся. Будем подравнивать ступени, наносить еще один слой, который выровняет все недочеты, которые были выявлены при монтаже и строительстве, после устройства опалов. Дальше идет вертикальная планировка и укладка новой плитки, определенное количество. Подготовительные работы начнутся с 10 апреля, а в мае приступят к финальному этапу, который завершится уже в августе. Елизаветинский спуск тоже закроет. Попасть в Уральную дрощу можно будет по канатной дороге. Помимо реставрации спусков стартуют и работают над самой набережной. Елизаветинский спуск должен быть отремонтирован полностью. Ну и, соответственно, по набережной мы должны двигаться в направлении запада. Плюс, конечно, мы большое внимание уделим высадке зеленых насаждений и вопросом полива. Также в районе Веденской церкви обустроим тропу здоровья, с которой можно будет попасть с Верхней набережной на Нижнюю набережную. На Верхней набережной по проекту не должны располагаться кафе, поэтому чиновники рассматривают изъять землю у собственников путем выкупа. Новые точки общепита планируют спроектировать в едином стиле. Они будут в определенном дизайн-коде, то есть вся набережная будет иметь свой дизайн-код, и те предприниматели, которые захотят здесь находиться, они должны будут соответствовать этому коду. Соответственно, свои сооружения делать и согласовывать именно в таких стилетических решениях. Все работы по реконструкции части набережной планируют завершить ко дню города. На работу потратят около 111 миллионов рублей. Екатерина Роженко, Александр Грачев, городской телеканал ЮДВ.